Здравствуйте! Это Инсталайв для абитуриентов. Сегодня у нас в гостях студенты Института международных отношений Казанского федерального университета. В ходе прямого эфира вы сможете задать вопросы и узнать все о студенческой жизни в этом институте. На вопросы ответит Степан Раков, председатель студенческого совета и профбюро. Кристина Витковская, руководитель комитета по работе с абитуриентами. Напоминаю, что свои вопросы можно задавать в инстаграм-канале Казанского федерального университета. Я предоставляю вводное слово нашим спикерам. Расскажите, пожалуйста, что такое ИМО в 2021 году и почему туда стоит поступать? Добрый день, много уважаемые абитуриенты. Меня зовут Раков Степан и, как уже вы сказали, я являюсь представителем студенческого совета и профбюро Института международных отношений. Чем мы, собственно, занимаемся? Это мы курируем работу нашего студенческого совета, создаем классные мероприятия, а также отстаиваем и защищаем права наших студентов на всех возможных уровнях в качестве профбюро. Наш институт является одним из самых больших. В нем на данный момент учатся около 6 тысяч студентов, из которых тысяча студентов являются иностранцами из 46 стран мира. И всю вот эту огромную машину по созданию мероприятий ведет именно наш студенческий совет, который в себя включает 12 различных классных направлений, в которых вы, будущие абитуриенты, можете поучаствовать. И я думаю, несомненно, найдете что-то для себя. И вместе с вами мы проведем наше студенчество на новый уровень. Сейчас я, наверное, конкретно расскажу вам про направления, которые у нас есть на данный момент. Первое, которое хотелось бы затронуть, это культмассовое направление, в котором наши ребята участвуют на таких больших мероприятиях, как студенческая весна и день первокурсника, выступают на сцене уникса, и каждое наше выступление производит огромный фурор. Также у нас присутствуют различные мюзиклы, театральные постановки и просто мероприятия, на которых наши студенты, как мы любим говорить, кайфуют. Создается замечательная атмосфера. В общем, мы всей нашей огромной командой работаем над созданием именно таких мероприятий. Следующее направление, которое я хотел бы затронуть, это наш социальный комитет, который занимается созданием благотворительных ярмарок, проведением всяких благотворительных акций, помощи животным, детям из детских домов, пожилым помогаем им убираться. Ну вот, в общем, вся вот эта работа задействована непосредственно в социальном комитете. Следующее направление, которое я тоже бы хотел затронуть, это спорт. Я сам в какой-то степени тоже на первом курсе был спортсменом, и не понаслышке знаю, насколько круто это направление. Наш спорт – это один из видов спорта, на котором наши спортсмены выступают, как и на уровне института, на уровне университета, на уровне города Казани и в целом на уровне России. А также иногда даже выступают и в каких-то дружеских мероприятиях с другими странами. Вот на своем опыте скажу, то, что мы ездили в Беларусь на дружеские мероприятия со сборной Беларусью. Тоже очень классный опыт выступить, показать себя, и даже если у тебя нет каких-то особых достижений, ты всегда можешь выступить на каких-то соревнованиях и показать себя. Следующее направление, про которое я хотел бы рассказать, – это научное направление. Оно в нашем институте очень сильно развито. Это огромное количество кружков, научных конференций, моделей, на которых студенты всех наших направлений могут тоже показать себя, даже создать какие-то, возможно, собственные кружки, проводить лекции, модели. И наше научное направление разделено по трем высшим школам. Это историческое, международное направление и лингвистика. Следующее направление, которое хотелось бы затронуть, – это информационное направление. Оно у нас делится на два. Это, собственно, непосредственно информационное направление, которое занимается репортажками, дневниками различных мероприятий, написанием постов для наших социальных сетей. А также у нас есть и творческое направление, которое называется «Студия.Ай». Оно больше как раз-таки не про репортажки какие-то, а больше про творчество – это создание различных акций, посвященных разным праздникам. Допустим, какие-то интервью с нашими студентами. Вот это все к ним. И тоже, если вы как-то хотите в этом развиваться, или уже у вас есть какие-то навыки, не бойтесь, когда поступите. Собственно, вас там всему научат, поддержат. Ну и как, в принципе, во всех наших направлениях. Следующее направление, которое я хотел бы затронуть, – это наше профбюро, которое тоже играет немаловажную роль. Это проведение тоже различных мероприятий, направленных на профсоюзную деятельность. Это дебаты профсоюзные. Также мы возьмем пример вот наше мероприятие, которое мы проводим. Это мероприятие «Проф.МО», на котором три наших высшие школы показывают свои навыки в знании федеральных знакомых и уставах. И в целом профбюро занимается защитой прав студентов наших. Это сам, с чего я тоже начинал. И тоже, если у вас будет желание, вы всегда можете заняться этим. Следующее направление, которое у нас есть, – это патриотическое. Это направление только у нас появилось, которое занимается не таким, наверное, как вот в этом понимании, патриотами. Они раскрывают суть наших народов, которые присутствуют в нашей стране, проводят различные мероприятия. Как пример, если вам надо поподробнее, вот у нас было недавно мероприятие, посвященное финно-угорским народам, где проводились различные лекции, мастер-классы. Вот это все у нас скорее будет патриотическое направление занимается народностями. И осталось еще у нас такое немаловажное направление – это актив в нашем общежитии деревни Универсиады. Это, можно сказать, такой маленький мир внутри каждого дома, где тоже есть свои институтсоветы, свои мероприятия. И заниматься какой-то деятельностью там – это тоже круто. Это различные спортивные мероприятия, культурно-массовые. В общем, все, что есть в институте, у нас есть в доме каждого нашего общежития. Ну и, наверное, последнее мероприятие, но не по значимости – это наше направление по внешним связям, которые занимаются поиском партнеров на наши какие-то ивенты. Это призы, какие-то акции для наших студентов. Это тоже очень интересное направление, которое учит вас по-взрослому общаться с какими-то большими компаниями, приходить к каким-то компромиссам. В общем, учит вас сотрудничеству. Собственно, вот это такой краткий обзор всех направлений, которые у нас есть в институте. И хочется сказать то, что когда вы поступите, не бойтесь, если вы не обладаете какими-то навыками в определенных направлениях. Мы всегда вас направим, всегда поможем, всегда подскажем. И насчет этого вы вообще даже можете не переживать. И у нас есть еще два направления, про которые расскажу уже не я. Это работа непосредственно с вами, с абитуриентами – тоже важное направление. И про него уже подробнее расскажет наш руководитель. Это Витковская Кристина. Всем привет. И я являюсь руководителем комитета по работе с абитуриентами. Именно со мной и с нашей командой вы непосредственно будете работать на протяжении всего вашего поступления, начиная вот с этого момента и заканчивая своим первым курсом, когда вы уже официально будете зачислены в списке нашего института. Что касается приемной кампании, когда вы уже захотите поступить в наш институт, выберите направление подготовки. И даже если вы еще его не выбрали, вы можете посмотреть наши социальные сети, где мы вам подробно расскажем о том, какие существуют направления подготовки, как поступить на то или иное направление, как сдавать ЕГЭ. Различные вопросы, которые вас тревожат на данный момент, мы рассматриваем и всегда стараемся вам помочь. И что касается летнего периода, на протяжении всего этого тяжелого для вас времени, мы будем поддерживать вас, мы будем работать вместе с вами в приемной кампании, будем встречать вас в стенах нашего института. И поэтому вы можете не переживать за то, что, возможно, что-то может пойти не так, или за то, что вы не поступите. У вас всегда будут свои наставники. Это наша большая, огромная команда, которая вас очень ждет. И мы всегда очень готовы вам помочь. Всегда будем рады ответить на любой ваш вопрос. И что касается различных мероприятий в нашем комитете, это тоже немаловажная роль, так как мы стараемся показать изнутри нашу семью ИМО, и хотим показать вам то, что учеба не заключается только в том, чтобы ходить на пары или жить в общежитии. И на самом деле студенческая жизнь, это намного шире, чем вы себе можете представить. Это и поиск новых друзей, это нахождение каких-то хобби, это просто различные мероприятия, на которых вы получаете огромное количество положительных эмоций. И вот как раз-таки мероприятия мы проводим еще и для вас, с участием наших студентов с различными направлениями. Это и научные мероприятия, и просто развлекательные, где вы можете познакомиться с кем-то новым из нашего института. Поэтому если у вас возникнет желание, вы можете также написать к нам в социальные сети, это Instagram, Ascomo, или ВКонтакте группа, также называется Ascomo, написать с каким-то предложением или просто с любым вопросом, мы обязательно вам поможем. Что касается поступления в этом учебном году, вы можете выбрать для себя направление подготовки. Если у вас еще есть какие-то вопросы по поводу того, какие предметы нужно сдавать, есть ли вступительные испытания и так далее, вы можете всегда приходить на наши Дни открытых дверей, которые происходят в конце каждого месяца, и вы можете прийти на них как очно, так и посмотреть наши прямые эфиры, и мы ответим вам на любые вопросы по поводу направления подготовки. Когда вы поступите уже на первый курс, можете не переживать о том, что вам будет как-то страшно или неуютно, и вы будете совсем одни потерянные маленькие первокурсники такие. Мы всегда тоже будем вашими наставниками. На протяжении всего первого курса наш комитет также будет с вами работать. Мы будем посвящать вас в различные мероприятия, рассказывать про студенческую жизнь, про жизнь в учебе. У вас будут свои наставники, кураторы групп. Это наши старшекурсники, которые специально обучаются заранее, и они как раз-таки расскажут вам такую общую информацию про наш университет, про направление подготовки именно ваше, про преподавателей, про экзамены, про сессии и так далее. То есть на протяжении всего вашего обучения вы никогда не останетесь одни, и если у вас будут какие-то вопросы, каждый человек из студенческого совета или просто из активистов может вам помочь, и они всегда вам помогут. Что касается наших абитуриентов и наших студентов, которые приезжают из других стран, помимо Российской Федерации, у нас очень много желающих поступить к нам именно из других стран, из соседних или же даже из очень далеких, но несмотря на это мы тоже стараемся всем помочь. У нас существует специальный проект Ассоциации иностранных студентов для абитуриентов и для студентов наших из других стран, где вы также можете поучаствовать в различных мероприятиях, такие как Лунный Новый Год или Навруз, и там уже можете поделиться своей культурой, своими какими-то особенностями, можете изучать другие иностранные языки, можете общаться с представителями других стран, можете также иметь наставников наших русских, чтобы они помогали вам именно координироваться в Казани, в непростое такое для вас время. Если вам нужно какие-то советы получить по учебе или там по языку, по посещению каких-то мест, это тоже все проводится у нас, все работы со студентами всегда есть, и как бы вы можете не переживать о том, что вы где-то потеряетесь или не будете знать ответ на какой-то вопрос. В целом, если у вас остались вопросы по комитету по работе с абитуриентами или по Ассоциации иностранных студентов, вы можете задавать их, и хотелось бы обратно передать слово Стёпе и попросить его рассказать поподробнее про общежитие нашего института. Точно, совсем забыл сказать про общежитие. Вот Кристина меня дополнила. Общежитие у нас делится на два типа. Это деревни-универсиады, в которые заселяются каждый наш первокурсник, и также общежитие студенческого городка. В них всегда кипит жизнь, происходит огромное количество мероприятий, условия проживания отличные, замечательные. Сам, собственно, так по секрету скажу, поступал из-за того, что у нас тут очень классные общаги. И, наверное, финализируя всё то, что мы сегодня сказали, вот что, собственно, такое ИМО. Это огромное количество различных направлений. Как мы любим говорить то, что у нас это семья, мы все это друг друга поддерживаем. Ну и вот это ИМО, Институт международных отношений. А какую стипендию выплачивает у вас в ИМО? Кто её может получить? Стипендию у нас получают абсолютно каждый. На первом курсе стипендию получает абсолютно каждый студент-бюджетник. Но также у нас ещё и студенты могут получить материальную помощь. Как и материальную помощь может получить и бюджетник, также материальную помощь может получить член правкома. Но если у вас уже конкретно есть какие-то вопросы, поэтому лучше, наверное, всё-таки написать кому-то из нас в личное сообщение ВКонтакте. Вот, да, если у вас какие-то будут вопросы ещё после прямого эфира, вы всегда можете нам написать. Мы обычные студенты, отвечаем 24 часа в сутки. А есть ли возможности для занятия наукой? Могут ли студенты принимать участие в научных исследованиях? Да, это тоже у нас очень сильно развито. Вы можете развиваться непосредственно, в этой сфере непосредственно с преподавателем, со своим научным руководителем. И, ну не совру, что скажу, это то, что у нас это очень сильно развито. Написание научных работ, исследовательских работ, это всё у нас есть. А какие спортивные команды есть у вас? Спортивные команды. Ну, у нас вся структура нашего спорта делится по сборным. Это сборные команды по 11 видам спорта. Сейчас, наверное, все не назову, но у нас есть такие основные, как волейбол, баскетбол, футбол, плавание, шахматы, настольный теннис, обычный теннис, бомбинтон, киберспорт. И вот ещё какие-то два, но я их, наверное, не вспомню. Как построено расписание? С какого времени начинается учёба? Ну, учёба, как и, наверное, во всех других институтах нашего университета, начинается с 8.30, но тут уже график составляется, собственно, перед началом учёбы, сколько у вас будет пар в день, и, собственно, на сколько вы будете заканчивать учиться. Но все первокурсники учатся всегда в первую смену с 8.30. Можно ли учиться в институте и подрабатывать? Получается ли совмещать, ну, получится ли совмещать учёбу с работой? Я думаю, да. На опыте и, в принципе, студентов, с которыми я общался, у многих получается работать и достойно учиться. Так же и быть во вне учебной деятельности в нашем институте. Так что всё зависит от желания. Если время всегда найдётся. Самое главное – желание. Предусмотрена ли для студентов какая-то поликлиника или что-нибудь такое? Да, у нас есть студенческая поликлиника прямо рядом с общежитием. Вот если у вас что-то приключилось, случилось, вы всегда можете туда обратиться, записаться на приём, она находится прямо напротив нашей деревни университета. Есть ли у студентов возможность работать со своим прямым работодателем? Насчёт этого, наверное, затрудняюсь ответить, но у нас предусматриваются практики, как и производственные, так и обучающие практики. Тут уже нужно конкретно смотреть по направлениям и уже задавать вопросы, наверное, преподавателям. Но я думаю, такое предусмотрено. За что могут отчислить из университета у вас? Интересный вопрос, за что может отчислить. Ну, это, конечно, не сдача сессии комиссионной, а также, возможно, каких-то курьёзных случаев, как уголовная ответственность и вот, собственно, всё такое. Заметим, где не отчисляют. Вот вы говорили про общежитие. Сколько человек может жить в комнате? Ну, у нас в общежитии предусмотрены комнаты разных типов, но в большинстве первокурсники живут по 4 человека. Ну, там есть различные, другие различные виды комнат. Это как 2 плюс 1, 1 плюс 1, ещё, по-моему, есть 4 плюс 1, если я не ошибаюсь. Ну, конфигурации людей, которые живут, они различны. Но, скорее всего, первокурсники будут жить по 4 человека в комнате. А можно ли выбрать, с кем заселиться? Конечно, можно. Это нужно, правда... Ну, вот на личном опыте вспомню, я выбрал своих соседей, с которыми живу уже третий год, уже прямо на заселении в Униксе, где вот оно проходит уже распределение комнат. Но также вы можете как-то договориться и до заселения, списаться со своими, не знаю, будущими одногруппниками, по интересам, если вы кого-то найдёте. И если вы с ними договоритесь заранее, то да, вы можете вместе заселиться. А сколько стоит там проживание? Проживание в общежитии стоит, если я не ошибаюсь, 5600 в год. Ну, и там ещё дополнительно ты платишь за свет? За электроэнергию. За электроэнергию, да. Чем оборудованы комнаты? Где готовить еду? Так, давайте будем перечислять. Ну, у нас в комнате есть, наверное, все вот эти самые обычные вещи, самые необходимые. Это кровать, тумбочка, стол, стул. И если вы живёте, допустим, в доме, в котором 5 этажей, у вас ещё внутри предусмотрена собственная кухня, в которой есть и холодильник, и плита, шкафы, полки. В общем, всё, что вам необходимо, там есть. Если у вас есть какие-то вопросы по тому, что нужно с собой брать, допустим, какие-то личные вещи, бытовые вещи, это всё есть в нашей группе ВКонтакте АСКМО. Они, наверное, сделают пост прямо перед заселением, где подробно вам объяснят, что вам лучше с собой взять. Но всё, что первая необходимость, и там есть. Давайте перейдём к вопросам о загруженности учёбы. Сложно ли учиться вообще у вас в МО? Интересный вопрос. Тут тоже всё зависит, наверное, от мотивации студента учиться и от мотивации желания. Если студенту интересно учиться, то он, говорю, будет испевать абсолютно всё. Но по своему опыту скажу, что учиться в нашем институте нетрудно и интересно. Зависит также от направления подготовки, потому что каждый студент выбирает для себя именно то направление, которое ему интересно. И в первую очередь нужно не забывать то, что несмотря на то, что у нас есть столько всего интересного, в институте помимо учёбы, всё равно вы приезжаете сюда именно для этого. И нужно не забывать о том, чтобы посещать пары, вовремя ходить на все мероприятия, которые у вас есть, именно от вашей кафедры учебной. Не забывать писать курсовые работы, не забывать писать диктанты, если вы учитесь на направлении с иностранным языком. То есть, в принципе, учиться интересно, интересно узнавать что-то новое для себя, интересно проводить время именно в учебных классах, потому что всегда какие-то интересные движухи происходят именно во время обучения. Преподаватели все, ну, по основным предметам, достаточно молодые, они всегда с вами на одной волне, поэтому они понимают, какие задания для вас будут интересными, какие не очень, что для вас лучше. И если мы говорим, например, про практику языка, так как в нашем институте это одно из самых важных, многие преподаватели либо какой-то определенный период жили в другой стране, либо же преподаватели-носители своего языка, и именно поэтому у нас существует различное количество огромное просто практик языковых. Это и подготовка к международным экзаменам, это и устная речь, и просто какие-то интересные тексты, и преподаватели всегда могут вам рассказать язык именно не со сферы, изучения его как иностранного языка, а со сферы того, как говорят носители, употребляют ли они ту или иную лексику, какой-то, возможно, даже сленг, поэтому вот в этом плане очень интересно. Что делать студенту, если он не сможет сдать сессию? Ну, если студент не сдает сессию в первый раз, он идет на пересдачу, это называется доп-сессия, если он уже ее не сдает, то идет на комиссию. Но могу вас сразу успокоить, потому что на комиссию идти очень тяжело, потому что вас будет изнутри это постоянно держать, так скажем, на контроле. Ну и вот, получается, если студент не сдает первую сессию, он идет на дополнительную, если нет, то идет на комиссию. Вот три этапа. Сложно ли совмещать активную студенческую жизнь и отличную учебу? Я думаю, что это вообще не трудно. Есть огромное количество примеров в нашем институте, которые идеально совмещают учебу. Вот, допустим, мы возьмем Кристину, она учится отлично и перелазит даже на бюджет. С отличной учебой еще является руководителем направления. Когда у студентов предусмотрена каникулы? В летний период каникулы начинаются после того, как вы сдаете сессию. Получается, вы закрываете все свои экзамены. Даты, в принципе, стоят до конца, до середины даже июня, и вы вместе с группой вместе можете поставить расписание экзаменов, договориться заранее с преподавателями и передвинуть на более близкий срок. И потом на протяжении всего летнего периода у вас начинаются каникулы, если у вас нет практики. Если у вас есть практика, то даты тоже обговариваются заранее с кафедрой. И потом вы приходите на учебу 1 сентября, все как по расписанию. И если говорить про каникулы, которые идут зимой, у вас есть два промежутка, когда вы отдыхаете. Это период после того, как вы сдаете зачеты и после того, как вы сдаете сессию, саму экзаменационную. Наша сессия делится на зачеты и на экзамены. И вот как раз-таки зимой между ними есть такой небольшой перерыв на Новый год, на то, чтобы вы смогли поехать домой, отпраздновать, и потом уже спокойно подготовиться и уже буквально в 10-х числах января приехать обратно, доздать свою сессию и уже потом уехать отдыхать до начала учебы, до начала второго семестра. Сколько студентов может учиться в одной группе? Ну, я отвечу так, то, что это число нерегулировано, но максимально, по-моему, это 30 человек. Ну, еще в каждой группе группа делится на подгруппы по некоторым направлениям. Они делятся, допустим, по языкам. И возьмем на примере, возможно, группу моих знакомых. Вот у них подгруппа 30 человек делится на две подгруппы, на два языка, допустим. Одна подгруппа изучает японский, у них 15 человек, другая подгруппа изучает китайский, их тоже 15 человек. Ну и пары в основном проходят по подгруппам. В большинстве языковые пары проходят по подгруппам, а какие-то лекционные, потоковые проходят вот в такой большой, так скажем, компании. Вот вы сказали про языки. Сложно ли учить несколько языков? Интересный вопрос. Ну, вот тут опять все тоже упирается в желание. Вот, допустим, на направление востоковедения вот у меня я изучаю три языка. Это английский, китайский, корейский. И я не скажу то, что это тяжело учить. Вот, все зависит от желания в первую очередь. Как вы думаете, если студент придет после школы на первый курс института, ему будет тяжело? В нашем институте нет. Немножко не понял вопрос. Ну, вот получается, он закончил школу, пришел на первый курс института. Будет ли трудно ему влиться в нагрузку, которую дает ему институт? Я думаю, нет. В принципе, все студенты, которые к нам приходят, приходят из школы, и никто, так скажем, не жалуется. Все довольно в комфортных условиях учатся. Какие кружки и клубы есть в вашем институте? И какие самые популярные? Ну, вот, наверное, кружки подразумеваются научные, наверное, я не совсем понял. Вот я, наверное, про все направления рассказал, которые у нас есть, а про кружки, именно которые научные, у нас их тоже большое количество, как я уже сказал, они делятся по направлениям, но... И они затрагивают, в принципе, все различные сферы научной деятельности, которые есть. Если мы относим... Если мы говорим про направление международные отношения, то это различные модели. Если мы говорим про направление историческое, это различные научные... исторические кружки и различные конференции. Ну, вот, собственно. Это очень большой вопрос, который как-то кратко ответить нельзя. Ну, кружки научные у нас есть, их очень много. А как насчет творческих? Например, танцы, пение? Да, это, наверное, самое большое направление в нашем институте, именно во внеучебной деятельности творческое. Это, как я уже сказал, театральные постановки, мюзиклы, танцы, пение, все это присутствует. У вас даже есть возможность выступить на большой сцене нашего уникса. А с театром у вас как? Ну, вот, да, у нас есть театральное направление, оно называется «Все свободы», на котором вы можете показать какие-то свои театральные навыки. Даже если... Да, прости. Если кто-то из студентов может открыть что-то свое, если у него есть потенциал, желание, если до этого был какой-то опыт, то, в принципе, не проблема будет прийти к нашим организаторам культурному или к нашей режиссерской группе, сказать, что они хотят создать что-то новое, интересное для себя, и им всегда помогут, их всегда поддерживают. Если у них будут какие-то недоработки, то они помогут это все привести к какой-то человеческий вид, и вместе уже вы можете и свой танцевальный коллектив создать, и свою музыкальную группу, и театральный кружок, и играть на музыкальных инструментах, и выступать вообще в любых жанрах. Не знаю, возможно, вы занимаетесь там жонглерством. В принципе, все, что вообще вы умеете, вы можете показать, и вас обязательно выслушают, примут, и помогут дальше развиваться. Как проходит подготовка к студ-весне в вашем институте? Это довольно острый вопрос. Сейчас у нас студ-весна через неделю. Подготовка идет по коллективам, то есть у каждого коллектива проходят репетиции, и они репетируют в течение двух месяцев уже готовятся на концерт. И, ну, собственно, если рассказать всю структуру, как вот это проходит, это каждый коллектив сначала готовит свой номер, потом показывает его на просмотре, он утверждается, и потом, собственно, уже наши ребята выступают. Подготовка идет примерно два месяца. Есть ли вам самим что-либо дополнить о вашем институте? Может, есть еще что-то? Ну, я, наверное, мы рассказали довольно-таки максимально подробно, но просто хочется добавить, что если у вас какие-то есть свои новые идеи, допустим, вы что-то знаете, нас уже замылился глаз, мы этого не знаем, то мы всегда открыты к новым идеям, и мы обязательно вас выслушаем. Спасибо большое за то, что уделили нам время и ответили на вопросы студентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова